Здравствуйте, други-недруги. Мы находимся на канале Вейфобии. Мы находимся в Запорожье, в Украине. Сегодня у нас число где-то 3 марта. Часов 10 утра где-то. На улице сыро, мокро. Что сказать? Вчера ночью сиреной гудели. Ну, потом прекратились. И в данном видео я буду затрагивать тематику того, как там ситуация с магазинами. На примере покажу, объясню. Покажу, как мы готовимся к российскому вторжению нынче. Точнее, подготавливаемся к нему. И в-третьих... Че в-третьих? И в-третьих отвечу на тот вопрос. Где же вы были, Украина, все эти 8 лет, которые так вечно в комментариях пишут, пишут, пишут? Ну, как минимум, выскажу свою позицию, как жителя Украины, скажем так. Если что, никого, ни к чему не призываю. Может быть так, может не так. Я вот высказываю чисто свою позицию, как я это вижу. Потому что я здесь живу на протяжении 29 лет. И как бы со стороны никуда не уезжал, ничего не это. И вот чисто моя позиция, и как я это вижу. Поэтому, если интересно будет, сразу там можно лайкушу ставить. Ну, даже если не интересно, все равно лайкушу поставьте, поддержите. Если что, то потом в комментариях не забудьте отписаться, свое мнение высказать также. Ну, и на канал подписаться не забывайте. А мы начинаем. Здравствуйте, ребята! С вами Запорожье. Сегодня третье число. У нас пока месть тихо, спокойно. На дорогах строятся баррикады, защитные сооружения. Транспорт пока месть двигается. Как-то так. В общем, такие баррикады везде уже строятся. Чисто защитные такие сооружения. С песка, чисто песочек и шины. Как-то так вот запорожский народ будет встречать русских освободителей, так сказать. Или как там вещают на российских СМИ. Вроде скупился, вроде порядок. ЭТБ-шку заклеили в окна темными всякими штуками. Панерками и так далее. Чтобы не просвечивалось и так далее. Ну и, естественно, от ударов она защищала. От всяких. Ну, как советуют, это крест-накрест окна клеить. От звуковых ударов, чтобы не разбилось. Что еще? Продукты вроде как есть. Скупился, карточка рассчиталась. Поэтому ВТБ-шке еще плюс-минус нормально. Ну, что-то в дефиците, естественно. Типа курицы, молока и так далее. То есть мясо и молоко нынче в дефиците. Так же самое, как и мысное изделие. Купил там морской капусты всякой, яблочки, банальчики купил. Хлоп я купил. Ну, как-то так вот. Постараюсь ответить на вопрос, где вы были все эти 8 лет. В Луганском касательно, Донецком, Крымом и так далее. Тут надо внедриться как раз в 2013-2014 годах, где у нас происходит свержение власти, где у нас происходят массовые митинги. Митинги, как и пророссийские, где зачастую, ну не зачастую, а часто, как бы можно было действительно обнаружить людей российской национальности и других национальностей, которые приезжали на автобусах, захватывали администрационные здания. И все такое. Поэтому, тогда было время захвата власти, перехвата власти, свержения президента Януковича. Тогда было, честно, страшно было. Ты телевизор включал, и там стримы вели, не помню, у Акси Билка или что-то такое там было. Показывали, как там все это происходит, домовые шашки там. Там кто-то закидывал, там еще всякие... В общем, там страшное было, творилось что-то. В общем, у нас была где-то там революция, Майдан был. Много людей приезжало. Так как это массово было, во многих городах много было подтверждений того, что люди приезжали чисто за рубеж, на автобусах их привозили, чтобы они провоцировали, чтобы они участвовали в митингах и все в этом духе. И в конечном итоге, таким образом, таким образом, где-то так вот происходило, ну, происходили такие вот рейдерские захваты власти. Где-то и с оружием они были, естественно, показывали он, может где-то тут еще в видосе какой-то добавлю, там, как там скидывали украинские флаги всяких администраций, всяких там отделений, там, полиции и так далее. Просто их захватывали. И вставили какие-то там другие, например. Это было, это страшно. Просто много сейчас комментариев по поводу 8 лет, и это тяжело воспринимать, и... В общем, тяжело это. Ну, в конечном итоге, где-то настает 2013 год, у нас там где-то временный, там, ну, нет у нас президента, в общем, и все в этом духе. И у нас происходит то, что в нашу страну входят войска в Российской Федерации, так называемые «зеленые человечки», с одной стороны. И, как бы, постоянно там, конечно, кричат без единого выстрела и так далее. Сейчас он примерно то же самое вначале было, потому что не понимали, что происходит. Ну, как минимум, на сегодняшний день у нас есть верховный главнокомандующий, и есть, как говорится, руководство. А тогда у нас как раз в стране был полный хаос по причине свержения власти и передачи власти народу, или как это назвать правильно, я не знаю. Я немножко не политолог, я просто обычный человек, который пытается донести до вас то, как он увидел это все происходящее, происходящее своими глазами. И как у меня сформировалась эта картина. Ну, в общем, просто пришли, там захватили и все. Ну, как-то так вот. Луганский, Донецкий, вот, тоже затрагивают же тематику. 8 лет, 8 лет. На территории Донецка и Луганская так же самая куча наемников с Российской Федерации. Это, ну, множество раз уже доказано было, и когда приходят на определенную территорию люди с оружием и все в этом духе, то как бы... И потом через время они пытаются, ну, свергают, естественно, власть и пытаются сказать, что мы отсоединяемся там куда-то там от Украины и все в этом духе. И так оно немножко, как я считаю, на мой взгляд, взгляд как обычного человека, скажем так, это как-то не есть правильно. Это то же самое, что можно на сегодняшний день сравнить всем известный уже на сегодня остров Змеиный, что сейчас там провозгласят какую-то тоже свою республику и скажут, мы отсоединяемся от Украины, и теперь остров Змеиный, ну, принадлежит, ну, точнее, не принадлежит, а, ну, просто отделяется, и у нас теперь тут какая-то своя республика будет. Я бы сравнил, это идентичная ситуация с Луганской, Донецкой и Крымской территорией. Примерно как-то так. Что еще сказать? У меня вот, если не ошибаюсь, как раз в 2014-м, там где-то, одноклассник погиб как раз вот где-то под Луганском или Донецком. Был тоже контрактником, Трофим, Евгений Трофимов. Служил, служил и погиб. Поэтому у каждого есть погибший из той или иной страны. Это болезненная тема, и... Кто как считает, а мы как знали, так и знаем, что Крым есть Украина, Луганск есть Украина, и Донецк тоже есть Украина. То, что происходит, ну, последние как раз эти 8 лет, это оккупированная территория под контролем Российской Федерации, которая снабжает как раз Луганск, Донецк, это на сегодняшний день, как минимум, оружием, наемниками, ну и как-то так вот. Поэтому, кто за что сражается, а мы только пытаемся, если говорить за Донецк и Луганск, освободить свой же народ, как говорится, от гнета со стороны РФ. Поэтому, если говорить о глобальной войне, которая идет в мире, то между РФ и Украиной я бы назвал, что война идет примерно с 2013-х годов, и ее никак не могли гласно делать. И, ну, не то, что гласно делать, а официально признать. А сейчас вот, что происходит на территории Украины с 2022 года, это как раз по-другому не назвать, это не спецоперация, как говорят по телевидению, я бы назвал это как раз вот, как и есть, вторжение и геноцид украинского народа со стороны Российской Федерации. Как и так вот. В общем, на этом все. Спасибо, кто смотрел. Если есть мнение, высказывайте в комментариях. Можете там видосик закидывать друзьям. Посидим, попытаемся диалог построить, если что. Если что, еще раз говорю. Я лишь высказываю сугубо свое личное мнение, и ничего такого. Поэтому никому ничего не навязываю. Чисто высказываю свое мнение, потому что меня просили тоже в комментариях это сделать, разъяснить ситуацию по поводу, где вы были 8 лет. Так скажем. Ну, еще бы, наверное, от себя добавило, что украинский народ, он такой, как говорится, за правое дело, прой и смерти не боится. Поэтому, кто знает, что будет, но страх, если что, нас не переполняет, а только сплачает, сплачает, или как-то правильно сказать. В общем, мы объединяемся и держимся. Пусть будет мир, пусть будет все хорошо, но кто знает, как будет на самом деле. С вами был Фобик. Всем до скорой. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok